Я now invite the Minister of Natural Resources of the Russian Federation to deliver a pre-recorded statement. Я now invite the Minister of Natural Resources of the Russian Federation to deliver a pre-recorded statement. Я now invite the Minister of Natural Resources of the Russian Federation to deliver a pre-recorded statement. В целом, система особо охраняемых природных территорий России включает около 13 тысяч территорий федерального, регионального и местного значения, общей площадью более 255 миллионов гектаров или более 13% от площади Российской Федерации. Учитывая другие формы территориальной охраны, которые, согласно международным стандартам, относятся к охраняемым районам, под законодательной охраной в России находятся свыше 25% сухопутной территории. Это значительный вклад России в достижение стратегических целей в области биоразнообразия, согласно которым к 2020 году по меньшей мере 17% суши должны быть защищены. Мы поставили цель создать к 2024 году не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий, общей площадью 5 миллионов гектаров. Из них уже создано 14 особо охраняемых природных территорий, общей площадью 4,6 миллионов гектаров. Уверены, что принятые и запланированные меры обеспечат сохранение экосистем и одновременно будут содействовать развитию экологического туризма с увеличением количества посетителей природных объектов до 10 миллионов человек. В этом году мы издали новый перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Треть из которых вновь включенные виды фауны, что гарантирует их защиту на государственном уровне. Более сотни видов исключенных из Красной книги, так как их состояние улучшилось. Практика показывает, что придуманные мероприятия по сохранению редких биологических видов дают положительный результат. За последние годы удалось обеспечить рост популяции амурского тигра, переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, белого медведя, зубра, соколиных. Так, численность амурского тигра на территории Дальнего Востока России составляет около 540 особей, а дальневосточного леопарда – 118 кошек. 3. Предотвращение вымирания флоры и фауны и обеспечение экологического баланса требует комплексного подхода и гармонизации усилий и на других направлениях природоохранной деятельности и устойчивого развития в целом. 4. Будучи лесной державой с более 20% мировых запасов леса, Российская Федерация уделяет особое значение рациональному управлению лесным хозяйством, а также мерам по адаптации и негативным последствиям изменения климата, устойчивому развитию водного комплекса страны на основе бассейнного принципа управления водными ресурсами, в том числе в трансграничном контексте. 5. Хотелось бы также подчеркнуть роль коренных и малочисленных народов, их традиционный опыт и знания в области устойчивого природопользования, особенно востребованные в рамках усилий на местном и региональном уровнях. 6. Наконец, сохранение и устойчивое использование биоразнообразия – одно из важнейших направлений международного природоохранного сотрудничества. Оно должно осуществляться на недискриминационной основе, с опорой на существующую международную правовую архитектуру и универсально признанные достоверные научные данные. Будущая глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период после 2020 года должна стать эффективным адресным дополнением, а не заменой многосторонних природоохранных инструментов. Важно, чтобы ее инструментарий отражал общее видение стран, соответствовал реалиям сегодняшнего дня и содействовал выполнению повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года с учетом не только экологических, но и социально-экономических аспектов, включая главную задачу по искоренению нищеты в мире. Этот документ должен уважать суверенитет стран над своими природными ресурсами и экономической деятельностью, учитывать накопленный опыт, национальные приоритеты и специфику. Следует уделять внимание потребностям стран, находящихся в особой ситуации, это наименее развитые страны, государства, не имеющие выхода к морю, а также малые островные развивающиеся государства. Важно, чтобы язык глобальной рамочной программы опирался на однозначные и согласованные на межправительственном уровне формулировки, соответствовал практике ООН и одновременно был понятен широкому кругу лица. Это позволит наилучшим образом обеспечить ее последующее выполнение всеми заинтересованными сторонами. В заключении хотелось бы выразить уверенность, что этот саммит станет важным этапом в подготовке 15-й сессии конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.